В общем, у нас вышла такая ситуация, я даже не знаю, как ее объяснить. Вот представьте, что вы случайно приехали в одно место, и вам показалось, что там нет ничего необычного, и прошли мимо. А казалось, что это место всемирной достопримечательности. В общем, сегодня мы приехали в место под названием Кальвария Забжидовска. Для людей, которые не живут в Польше, и для которых, как и мы, не сильно относятся к религиозным людям, наверное, это название ничего не говорит, ну и согласитесь, звучит не очень захватывающе. Для нас так же было, но оказывается, в этом месте находится объект, который внесен в список наследия ЮНЕСКО. Сюда люди приезжают, только вдумайтесь, 400 лет подряд, чтобы совершить крестный ход. Кальвария переводится как Голгофа, то есть это как бы место, куда люди приезжают и завершают некую такой путь, повторяя как бы путь Христа, насколько я понимаю. Таких мест очень много и в Польше, и вообще в других странах. Почему именно это место внесено в наследие ЮНЕСКО? Ответ вот в том, что меня сейчас окружает, и в том, почему я сейчас настолько расслаблена. Но обо всем по порядку. Добраться до Кальварии на самом деле несложно. Надо из Кракова ехать на поезде всего час. Но когда вы приезжаете в Кальварию, тут начинаются первые сложности, потому что не очень понятно, куда и как идти, то есть с какого момента начинать этот путь. То есть я прочитала, что тут есть маршрут, где люди там 11 километров ходят и повторяют некий такой святой духовный путь. И непонятно, с какого места начинать, куда идти. То есть если ты, наверное, не повторяешь этот путь в какой-то религиозный праздник, а сам приехал и идешь, ты не очень понимаешь, как добраться до отправной точки и куда и как идти. Но, наконец, мы добрались до Первого собора. С него каким-то образом решили пойти, и по пути было очень красиво. В Кальварию Забжидовскую приезжают люди с сотнями тысяч. Почему мы сюда приехали? Мы люди далекие от религии, и зачем нам вот этот путь паломничества? Но у нас тут есть один интерес. Нам интересно пройтись по этому маршруту, ну и попытаться его пройти в какой-то части, чтобы посмотреть, будет ли иметь какой-то эффект вот такое святое место, где садены красивые архитектуры, природа и такой святой смысл, на людей, которые далеки от этого, чтобы понять, почему его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот тут и начинается понимание, почему именно это место внесено в список наследия ЮНЕСКО. Потому что в этом месте совмещена не только архитектура, все эти каплички, церкви и так далее. Это как бы ансамбль вместе соединен с природой. То есть ты когда идешь по этому пути, здесь продумано именно, как парк строится, и как расположены святые объекты. То есть здесь природа и архитектура одну такую цель преследуют. Так было 400 лет назад, так и сейчас сохранили. Что-то я не рассчитывала, что будет сразу тяжело. Мы сейчас пока где-то в середине пути, и по пути нам попалось несколько капличек. И внутри было очень красиво, потому что видно по полу, по ступенькам, что все это очень старое. Конечно, видно рисунки отреставрированные, но они такие немножко... Каждый стоит в лесу на какой-то полянке, и это дает какое-то единение с природой. И здесь просто приятно гулять и думать о чем-то своем. Морально здесь прям отдыхаешь, потому что вот я дошла вот только вот, мы дошли где-то до середины пути, и я уже, у меня, знаете, глаза так закрываются слегка, от этой зелени кругом, свежего воздуха. Как здесь красиво, вот этих впечатлений. Если вы устали морально от всего, что происходит, и у вас есть возможность доехать сюда, я как бы рекомендую. И в связи с этим мне хотелось бы очень важным отметить, и мне кажется, это важно для каждого, кто сидит сейчас по ту сторону экрана, то, что сделала ЮНЕСКО. Называется список этот «Всемирное наследие ЮНЕСКО». В этот список вносятся достопримечательности природные, архитектурные и культурные, и там нематериальные наследия из разных стран. Оно называется «Всемирное», то есть даже если это находится в Польше, а вы живете где-нибудь в Малайзии, это относится к вам, потому что как бы это ответственность всего человечества по сохранению этих объектов. Значит, какой-то конкретный объект, он важен и имеет влияние, и необходим для сохранения для каждого человека на Земле. У этого списка всегда есть критерии, почему то или иное вносят в него, то есть просто так туда не попадешь. И это место туда внесено. Объектов по миру очень много, даже в Польше они все очень разные, какие сохранены. Но каждый из них, если вот там лет через тысячу кто-то проснется, а эти объекты будут сохранены, он и видит этот список, и сможет сделать некую ретроспективу, что было для людей важно, что они создавали, что они ели, что они сохраняли и так далее. То есть это будет некая ретроспектива человеческой истории, человеческой важности, кто мы есть и какие мы были. Вот сегодня мы смотрим с вами на такой объект. Это мы прошли только полпути, и сейчас пойдем дальше. Вот помните, в начале ролика мы сказали, что мы попробуем по пути пройти вот этих людей, которые приезжают сюда пройти пути Христа. И мы попробовали, у нас не получилось, потому что тут все не так очень понятно, куда как идти, что в итоге мы ушли от пути вот этого наследия ЮНЕСКО и ушли в другой путь, где должны быть руины замка, и здесь были находки каких-то древних племеней славян. В общем, все это место кишит какой-то историчностью, но получается мы свернули с того пути, и теперь как-то... Я не знаю, как мы выйдем обратно, но пошли как-то. Мы немножко сбились с пути и свернули в лес, потому что мы не до конца тут до сих пор разобрались, как вообще, куда какие знаки ведут. Мы искали замок, руины замка, потому что если вдруг вы приехали в Кальварию и хотите посмотреть не только вот этот путь, то тут есть еще и другие интересности. Но оказалось, что это был самый спрятанный замок на свете, которого я видела. Вот, собственно, и руины. Потому что от этого замка осталась вот только одна стена, и интересно, проходили ли там вообще какие-то раскопки, интересно, доставал ли там, или он просто, получается, весь ушел под землю. В итоге мы походили-походили кругом и решили, что пора возвращаться обратно, потому что все-таки путь мы не закончили, мы его только едва начали. Поэтому нам пришлось обратно вернуться, хотя лес был красивый, можно и туда ходить было 500 раз, потому что очень здесь красиво. И вернулись, и это того стоило. Потому что, получается, мы увидели только начало с красивыми капличками и стали спускаться вниз. Как я поняла, может быть неправильно, поправьте меня в комментариях, и, кстати, не забудьте поставить лайк, что этот путь, есть тут два пути, путь Иисуса и путь Марии. Путь Иисуса, он идет вверх на гору, а этот же путь Марии идет обратно вниз. Поэтому мы шли по пути Марии, мы спускались вниз. Очень красивая перспектива открывалась на эту дорогу. Рядом стояли деревья, по пути разбросаны были разные каплички. По задумке архитектора, они должны были быть все разные, уникальные, то есть в одном стиле, но каждая неповторима. Это создает очень интересный эффект. Когда мы только начали этот путь, мы увидели, что около одной из капличек стояли деревянные кресты. То есть, получается, здесь люди могут совершить полное погружение и нести на гору действительно крест, как Иисус. Мне кажется, это очень интересная деталь. То есть, это место введено в наследие Неска по нескольким пунктам оно уникально. Во-первых, потому что оно сохранилось за 400 лет. Во-вторых, потому что здесь архитектура вписана в рельефт, в ландшафт, и как бы это максимально подробно, как я понимаю, создает путь Христа. А в-третьих, именно потому что это памятник именно вот этому искусству манеризма. Ну и в-четвертых, потому что именно это место распространило сильное влияние на создание голгов. И было интересно посмотреть на то, что я раньше не видела. Это действительно уникальное место, потому что каждая капличка создает очень интересный эффект, атмосферу. То есть, я привыкла, приходишь в соборы, там, Польши, Италии, ну, православные соборы я вообще не беру, они совсем в отличительном стиле. А здесь что-то третье, я таких еще не видела. Немножко такие яркие цвета, какие-то рисунки, при этом деревянные старые постройки, уже такие потрескавшиеся. И это все очень интересно. Всегда интересно что-то найти, что ты раньше не видел. Немножко скажу минусов этого места, и скажу в конце обязательно, почему каждому человеку обязательно приезжать в такие места. Когда открываешь страничку в ЮНЕСКО об определенном объекте, там внизу написано, почему оно включено, на какие вещи надо обращать внимание, чтобы это место было также и дальше сохранено. И здесь было написано о том, что здесь многие места, как я понимаю, территория, они находятся в частном владении, и надо как бы следить за тем, чтобы они не нарушали весь этот ландшафт. И вот когда идешь по пути, немножко рушат атмосферу, то, что пересекает ее дорога, а в трех по бокам находятся жилые дома с заборами. Они, конечно, не какие-то огромные, некрасивые, как бы слегка выбивают из атмосферы, но надо сказать, что многие из них деревянные, старые, и смотрится это не так уж плохо. Я очень рада, что я сегодня приехала сюда. Это место мне, на самом деле, как-то помогло даже. То есть вот мы вначале спрашивали, будет ли этот путь как-то влиять на человека, кто не связан с религией? И в какой-то степени ответ «да», может, сегодня день такой или что-то еще. Но вот когда ты устал от каких-то проблем, а особенно когда ты устал от того, что идет война, и от этих всех переживаний, очень хорошо пройтись по такой дороге, немножко идеалистической такой, по такому важному историческому объекту и религиозному, хоть я не верующий человек, но интересно об этом во всем подумать, о каких-то таких общечеловеческих вещах. И просто вот именно пройти вот этот путь, где ты сам наедине с собой о чем-то думаешь, о чем-то размышляешь, и как бы быть наедине с собой. Мне кажется, любому человеку это полезно, независимо от его вероисповедания. И это место действительно в какой-то степени такое лечебное, но оно и очень красивое, так что можно свернуть и пойти в лес, и там тоже побыть наедине с собой. Поэтому ставим галочку, чтобы посетили еще одно место вместе с вами, которое внесено в список наследия ЮНЕСКО. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, какое еще подобное место мне обязательно стоит посетить. Мы читаем комментарии, и вы, как видите, мы посещаем те места, которые вы советуете. Не забудьте нажать кнопочку подписаться. Спасибо, что досмотрели до конца, и берегите себя.